Тони Фергюсон Серьгами и яркой прической он появился во время интервью перед финалом реалити-шоу ТАФ. Фергюсон выиграл это шоу, нокаутировав в финале Рамзи Нижима, а по дороге к финалу исполнит нокаут, ударив человека ногой из положения лежа на спине. После этого он проиграет только раз в 12 боях Майклу Джонсону решением судей. После проигранного боя вместо объяснений Фергюсон выложит рентгеновский снимок сломанной руки. Потом рука срастется, Фергюсон проведет 16 месяцев без боев, чтобы в октябре 2013 вернуться и выиграть 9 раз подряд. В UFC не любят давать простых соперников, а поэтому серия из 9 побед выглядит аномальной. У Хабиба сейчас 8 побед подряд в UFC, и их поединок с Фергюсоном выглядит логичным. Они должны были подраться 11 декабря 2015-го. Фергюсон на тренировках набрал 91 килограмм, бой планировался в 70 килограммах. Оброс, как сам говорит, жиром и мышцами. Хабиб травмировался, и бой отменили. Потом бой был анонсирован 16 апреля 2016 года, но травмировался уже Фергюсон. Сейчас время и место встречи установлено. 4 марта в Лас-Вегасе. Они решат, кому быть временным чемпионом в легком весе, и Тони Фергюсон пообещал избить Хабиба в этот день. Кто он такой? В школе занимался борьбой, потом американским футболом, на некоторое время бросал, а потом решал попробовать себя в ММА. Эта нехитрая история описывает жизнь половины американских бойцов в ММА и уровень школьного и студенческого спорта в США. На бойцовской базе, полученной в студенчестве, до топ-уровня UFC доехали сразу несколько десятков бойцов. Тони Фергюсон был атлетичным парнем. Он жил в Москегоне, где зимой снег и уверенный минус. Отец приучил его к спорту и научил колоть дрова. Дрова обычно надо было много. Тони играл в бейсбол, получал титулы в борьбе, но желание жить весело перевесило. Фергюсон полюбил вечеринки и не мог определиться, кем он хочет стать, выбирая между профессиями фельдшера, физиотерапевта и специалиста по уголовному праву. Где-то в 20 или чуть позднее он обнаружил себя на должности бармена и в достаточно плохой физической форме. «Мне нравилась эта работа, нравилось общаться с людьми и вечеринки», — говорит Фергюсон. Один из людей, решивших пообщаться, позвал Фергюсона помочь молодому спортсмену подготовиться к борцовским соревнованиям. После первой тренировки Тони рвало от усталости, но он понял, что не хочет больше работать барменом. Взлетной полосой для Фергюсона было реалити-шоу «Тафф», где он попал в команду Брока Лесснера, который через полгода потерпит второе поражение подряд и уйдет из бойцов на пять лет. Сейчас Тони выступает в легком, до 70 килограмм весе, но тогда он пришел к полусредневесам, до 77 килограмм, и выиграл все поединки досрочно. Фергюсон дерется в такой странной манере, что, кажется, его оппонент ему поддается и не дорабатывает. Его пять последних боев принесли ему бонусы за выступление вечера. Тони проводит бой расслабленным, держит руки внизу, позволяет себя бить, совершенно не боится быть нокаутированным и может выиграть каким-то замысловатым удушением, когда этого меньше всего ожидаешь. Может устроить порку для соперника ударами ног, очень много и очень эффективно бьет локтями. Бой с Джошем Томпсоном Фергюсон начинал в белых шортах, а закончил в красных от крови соперника. Парень по имени Ланда Ваннато избивал Фергюсона весь первый раунд, тот оставался невозмутимым, а во втором воспользовался тем, что Ваннато нагнулся после ударов, обвил руками шею и задушил его. Когда был турнир в Мехико, из-за большой высоты над уровнем моря этот город считается одним из худших, чтобы демонстрировать выносливость. Фергюсон провел пять раундов с бывшим чемпионом Дос Анисом и победил по очкам. В интервью он скажет, что сломал Дос Анису ногу и специально хотел драться все пять раундов. Как он тренируется? Может отрабатывать удары локтями по спидбэгу, такая каплевидная груша, быстрые удары по которой вы видели во всех фильмах о боксе. Сочетает это с практикой винчунь под вид ушу. Перед турниром в Мехико он уехал в Биг Биэр, местечко в городах Калифорнии, где обычно тренируются боксеры. Фергюсон собрал команду вокруг себя. Доверился тренеру Эдди Браво и признался, что не хочет быть привязанным ни к одному из ММА-залов. На начальном этапе карьеры Фергюсон тренировался у Марка Муньоза в Ригн ММА, но сейчас он предпочитает собирать тренировочную команду на конкретный бой и становится эпицентром собственной подготовки. Перед последним боем Фергюсон в буквальном смысле своими руками создал места для тренировок, устанавливал рамы для мешков, контролировал зону для борьбы. Фергюсон является фанатом медицинских и околомедицинских наук вроде кинезиологии и утверждает, что строит свой стиль и свои тренировки на ощущениях собственного тела. Что означает его прозвище Эль Кукуй и почему над ним не надо смеяться? Эль Кукуй – герой фольклора испаноговорящих стран. Это монстр, которым принято пугать непослушных детей. Слово «ко-ко» обозначает череп или голову, считается родственным слову «коккос». Эль Кукуй по легенде ест непослушных детей, и можно отметить, что Тони Фергюсон часто поступает со взрослыми куда хуже. Кого он читает в Инстаграме? Среди 1273 людей, на которых подписался Фергюсон, очень тяжело найти знаменитостей, не связанных со спортом. Выделяются Эмин и Мэйфилди из группы Корн. Куда интереснее, что Фергюсон подписан на одного россиянина. Александр Карпенко развивает единоборство в Иркутске и рассказывает, что однажды подписался на Фергюсона, впечатлившись увиденным в октагоне, а американец оказался открытым для общения. «Где-то прошлым летом мы обсуждали его возможный визит в Россию. Он говорит, что ему было бы интересно посмотреть Сибирь, побывать на Байкале, поохотиться, посмотреть природу. Так что мы просто ждем удобного случая и периодически обмениваемся комментариями», сказал товарищ Фергюсона из Иркутска. Как они общаются с Хабибом? Фергюсон называет Хабиба неуклюжим и ограниченным в технике. В ответ на известную шутку Нурмагомедова, «Если бы самбо было легким, его бы называли джиу-джитсу», Фергюсон выложил фотографию кулаков, замотанных в боксерские бинты, и почему-то написал «Это самбо». Когда организация третьего боя затянулась, Нурмагомедов предложил заплатить Фергюсону из своих денег 200 тысяч долларов, только чтобы тот согласился провести поединок. В ответ на это Фергюсон рассказал журналисту Ариэлю Хильвани, что его не ставят на большие турниры UFC в отличие от Хабиба. Хильвани не стал напоминать Фергюсону, что у него 83 тысячи подписчиков, а у Хабиба полтора миллиона, и любимая фраза «Мне все равно с кем драться». Фергюсон и сам признался, что не любит раскручивать себя и будет просто по очереди бить всех, кого ему предложат. Он встречался уже с четырьмя бывшими соперниками Хабиба, проиграл Майклу Джонсону, выиграл у Досанеса по очкам, но задушил тех, кого Хабиб побеждал судейским решением – Абеля Трухильо и Глейсена Тибау. 16 января он написал Хабибу в Твиттере, что будет избивать его пять раундов. «Заткнись и тренируйся», – ответил Нурмагомедов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова